Новости на канале СТВ, в студии Елена Михайловская. Добрый вечер и главная тема выпуска. Сделай правильный выбор, как голосуем и как агитируем. За три дня до выборов. Наблюдение Олеси Высоцкой. Опасные приключения. Пятеро молодых людей чуть не утонули в подземном коллекторе в центре столицы. Кто поздней ночью пришел на помощь любителям адреналина, знает Илона Волынец. Горки из столицы Дожинок-2012 наводят последний лоск, а лучшие хлеборобы из Гродненской и Брестской областей уже прибыли к месту торжеств. Любопытство едва не стоило жизни. Минская милиция выясняет обстоятельства ночного происшествия в столице. Пятеро диггеров чуть не утонули в канализации. В подземную систему они проникли через люк-кафе в районе Немиги исключительно из любопытства. Однако в это время в Минске начался сильный дождь и в коллектор хлынул поток воды. Кто поздней ночью пришел на помощь любителям адреналина, знает Илона Волынец. После ночного приключения сегодня эти молодые люди в центре внимания. Правда, посмотреть в камеру и самим рассказать о случившемся им стыдно. Накануне ночью в Пятером они отправились в подземное путешествие. Якобы исследовать туннели, по которым течет подземная река Немига. Погода для подземной прогулки оказалась не самая подходящая. Начался дождь. Соответственно, уровень воды в коллекторе стал стремительно подниматься вверх. И ребята по пояс в воде бросились бежать обратно. У первого возможного выхода попытались открыть люк, но поднять его не удалось. И тут как раз и пригодились припасенные на всякий случай веревки. Мы дошли до ближайшей лестницы наверх, ближайший люк. Привязали там себя веревками, поднялись вверх, чтобы нас не достала вода. И начали думать, что делать дальше. Первая мысль взять телефон, позвонить в 101. Спасатели и милиция незамедлительно прибыли по вызову. Но самое сложное было определить, где именно под землей находятся молодые люди. А ведь эта история могла закончиться трагично. А что если бы мобильный телефон не сработал? Когда они уже были вне канализационных люков, сотрудниками милиции они были доставлены в центральные роботы. В настоящее время материал зарегистрирован. Для проведения проверки проводится проверка для определения дальнейших судьб. Четверо диггеров оказались минчанами. Один – житель Гомеля. Самому старшему 26 лет. Кстати, последний уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Сами молодые люди не считают себя диггерами. Говорят, спустились под землю впервые и исключительно в познавательных целях – сделать уникальные фотографии. Сейчас вряд ли кто-нибудь из них решит повторить такой эксперимент. Нужно было отменить это мероприятие при малейшем даже признаке дождя. Если бы было какое-то подозрение на дождь, я бы все же не пошел. Диггерство исследований искусственных подземных сооружений зародилось в Москве. В основном это направление представляют молодежь и подростки. К примеру, главное увлечение Влада – исследование заброшенных мест. Правда, школьник признается, что на подобную, как на Немеге, подземную экскурсии он бы не согласился. Главное, как никак, безопасность. Мы ни от кого не скрываемся, мы не считаем это нужным. Это, я бы сказал, даже особый вид спорта. Родители знают, что я занимаюсь диггером, но они к этому не совсем хорошо относятся. У каждого своя романтика. Для кого-то ночная прогулка в коллекторе – вот настоящий адреналин. Только как бы те самые поиски адреналина не превратились в борьбу за выживание. Илона Волынец, Николай Синчила и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. До парламентских выборов остается всего три дня. И в Беларуси продолжается досрочное голосование. Так более 7% избирателей уже сделали свой выбор. Как заявляют в Центре избиркоме, активность наблюдается и на зарубежных участках. Их 43 в 32 странах. Как голосует Минск, наблюдала наш корреспондент Олеся Высоцкая. Игорь, Ирина и Вика живут по соседству с дружилых университет. Вместе грызут гранит технических наук. День сегодня обычный, две пары после обеда. Но до занятий друзья решили зайти на избирательный участок. Я хочу поехать на выходные домой к маме, к брату, к племяннице. Уже давно их не видела, соскучилась. Поэтому сегодня перед парами я пришла и сделала досрочно свой выбор. Это же выбор, надо участвовать. Это же долг гражданский. А Вика подкупила удобное расположение избирательного участка. Прямо в общежитии. Два дня подряд видела, как ее сокурсники голосуют. Но теперь решила и сама. К тому же на выходные тоже есть планы. Мы уже давно запланировали с друзьями съездить, отдохнуть на природу. Куда-нибудь хорошее место. Так как я уже давно определила со своим выбором. И за этого я голосую сегодня. Свой голос за кандидатов депутаты палаты представителей уже отдали более 7% избирателей. Причем самыми активными оказались жители Витебской области. Здесь проголосовало более 8% избирателей от списочного состава. Далее идут Могилевская область, Гомельская, Брестская, Минская, Гродненская. В Минске явка чуть более 7%. Каких-либо серьезных нарушений на участках не зафиксировано. Как бюллетени берут, как опускают вороны, абсолютно никаких замечаний нет. Мы считаем, что все идет как положено. До выборов три дня агитация разрешена по 22 сентября включительно. Многие кандидаты этой возможностью пользуются. Выразить свою гражданскую позицию решили сегодня и Вика, Игорь, Ирина. У своего родного университета присоединились к акции. Делай свой выбор! К волне гражданского самосознания присоединилась молодежь из разных общественных объединений и союзов. А еще коммунисты, многодетные семьи, учителя, артисты и просто прохожие. Несмотря на дождик, народ все-таки собрался. Я смотрю, еще и успевает подходить. В чем секрет? Я думаю, секрет в хорошем настроении. Мы исходим из того, что выборы – это праздник. И в нашей республике всегда на праздник приходят с хорошим настроением, с друзьями, с подругами. И мы это сегодня здесь видим. Олеся Высоцкая, Сергей Курков, телекомпания СТВ. Досрочное голосование в Беларуси проходит организованно. Никаких нарушений законодательства не выявлено, сообщили в Центрозбиркоме. Сегодня в обед отметку в бюллетене на участке по месту жительства поставил секретарь ЦИК Николай Лазовик. Он также пообщался с комиссией и поинтересовался, как будет организован досуг на избирательном участке в день выборов. Так, ну, подписи есть, бюллетень действительный, все, как положено. Только вот перед этим мы встречали председателя Центрозбиркома Казахстана, который прибыл для наблюдения за выборами. А непосредственно уже в субботу там целые делегации будут прибывать. В начале периода досрочного голосования, это как раз то время, когда нам можно найти какую-то минуту, даже жертвуя, может быть, обеденным перерывом, для того, чтобы проголосовать. Идя на избирательный участок, я, естественно, уже знал, за кого я буду голосовать. Отдать свой голос досрочно можно до 22 сентября с 10 утра до 2 часов дня и с 16 до 19. Основной день голосования 23 сентября. Кто, как и зачем проводит международный мониторинг выборов? И чье мнение на самом деле ключевое для оценки итогов того или иного внутриполитического события? С точки зрения истории и в рамках идущей в эти дни в нашей стране парламентской кампании, об этом в новом проекте поговорим на канале СТВ. Сегодня говорит Глеб Лавров. История и практика иностранного наблюдения за выборами у разных стран не одинакова. Но первый задокументированный случай относится еще к середине 19 века. И вот ведь что интересно. Главная, скажем так, особенность с наблюдателями – не прихоть отдельных государств. Дело в них самих. И дело это в том, что единых норм и правил, отработанных и обязательных, попросту не существует. Вообще, конечно, то, что присутствует иностранный наблюдатель, это говорит о том, что наша страна открыта для мнения посторонних, для мнения гостей. А уже говорить о том, чье мнение для меня первоначально, то, конечно, это мое мнение. Научный потенциал Беларуси изучают ученые из разных стран. Представители научного совета «Сколково» собрались в Минске. Это 25 ведущих ученых мира, в том числе и 3 нобелевских лауреата. В целом же международная встреча собрала в белорусской столице более 500 специалистов. Сегодня в Национальной академии наук делегаты посетили выставку белорусских разработок от биохимических и аграрных до высокотехнологичных изобретений. К примеру, лауреата Нобелевской премии Жареса Алферова заинтересовал белорусский спутник. У этого стенда академик задержался. Впечатлило вообще, что очень много новых разработок. Это белорусский спутник, в котором вся аппаратура белорусская, в котором получены очень хорошие результаты. И это все сделано благодаря тому, что сохранены физические исследования, исследования в области оптики. Белорусская академия сегодня решает очень много практически ценных и важных задач. И поэтому, я считаю, может и должна через фонд Сколково получать и дополнительное финансирование, и вместе с тем вносить вклад в развитие экономики и России, и Белоруссии. Профессор Стэнфордского университета Нобелевский лауреат Роджер Дэвид Корнберг отметил, что в Белоруссии достаточно сильные научные традиции. Ученый рассчитывает получить больше информации о научных достижениях республики и обсудить возможности сотрудничества с белорусскими коллегами. В Белоруссии очень богатые научные традиции. У вас замечательные ученые. Моя цель – ценить достижения молодых ученых. Я верю, что они сделают огромный вклад в будущее науки и заложат новые фундаментальные основы. Завтра же в Минске откроется заседание консультативного научного совета фонда Сколково с участием ведущих российских ученых. Беларусь приглашает компаний из китайской провинции Гуандун к реализации проектов на территории китайско-белорусского индустриального парка. Сегодня об этом на встрече с китайской делегацией заявил премьер-министр Михаил Мясникович. Правительство создает комфортные условия для инвесторов. Предусмотрены налоговые льготы и иные преференции для резидентов парка. Беларусь и Китай – стратегические партнеры. В этой связи развитие региональных контактов – важный элемент сотрудничества. В провинции Гуандун расположены штаб-квартиры лидеров китайского и мирового рынка телекоммуникаций. Сейчас они активно работают в Беларуси по поставкам спецоборудования. Я думаю, что у нас есть много возможностей для сотрудничества. Мы будем увеличивать товарооборот, будем и дальше инвестировать в наши экономики. В частности, с Минской областью мы готовы сотрудничать в сфере образования, культуры и туризма. В этих сферах у нас большие перспективы. Мы ищем новые точки соприкосновения для дальнейших взаимоотношений. Еще один пример сотрудничества. Сегодня в Минске подписано соглашение с Туркменистаном. Речь идет о выгодном взаимодействии в области промышленной кооперации, науки, образования. В 2011-м товарооборот между странами составил более 240 миллионов долларов. Большим спросом в Туркменистане пользуются наши тракторы, дорожно-строительная и сельхозтехника. Крупнейший совместный проект – строительство горлыкского горнообогатительного комбината. Неизменным спросом пользуются в Туркменистане адаптированные к условиям жаркого климата белорусские тракторы, грузовые автомобили, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Белорусские автопогрузчики, велосипеды, шины, лекарственные препараты, мебель, плиты ДСП, бумага, а также продукты питания. Проектом в нашем двустороннем отношении является строительство горлыкского горнообогатительного комбината. Строительство горлыкского горнообогатительного комплекса производства колейных удобрений стоимостью 1,126 миллиона долларов, мощностью 1,5 миллиона тонн в год осуществляется акционерным обществом «Белгоурхимпроект» по заказу государственного концерна «Туркменхимия». Выделен банковский кредит в размере 150 миллионов долларов на 10 лет льготным периодом 4 года. Они стоят на страже экономических интересов государства. Сегодня в Беларуси день таможенника. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов этой службы поздравил президент Александр Лукашенко. В структуре таможни десяток подразделений и почти полсотни пунктов оформления. Далеко не все из них находятся на границе. В самом сердце страны действует Минская региональная таможня. Один день с ее сотрудниками провел Дмитрий Боярович. Это настоящая МЕКО для автотранспорта. Пункт оформления Минской региональной таможни. Каждый день сюда прибывает около тысячи транспортных средств. Пропускная вахта работает круглые сутки. В день пропускает до 100 машин. Больших очередей у нас, как правило, не бывает. Так, в последнее время, в общем-то, справляемся. Через три минуты после того, как грузовой авто въезжает в страну, на Минской таможне уже знают о нем все. Кто едет, куда, зачем и что везет. Все документы на товар тоже уже есть у сотрудников таможни в электронном виде. Причем каждый перевозчик может следить за своей фурой в интернете. После того, как машина заходит в зону таможенного контроля, шляются определенные таможенные операции. Информация о времени и об этих операциях передается непосредственно в систему интернета. И каждый субъект хозяйства удаленно может видеть, что и на каком этапе находится. Ждут, в своей очереди, большегрузы на стоянке. Разгрузка идет непрерывно. Поэтому долго стоять не приходится. Легковые транспортные средства рядом. От мопедов и квадроциклов до лодок и катеров. А недавно сотрудники пункта оформления вспоминают, растамаживали пони. Еще одно важное место в таможенном пункте – склад. Это один из крупнейших таможенных складов во всей Минской области. Каждый день здесь разгружают более ста фур. Это 20 тысяч тонн товара. От жевательных резинок и цветов до нефтяных сепараторов. В среднем здесь размещается 6,5 тысяч палитомест. Это примерно 200-250 фур, одновременно выгруженных на склад. Универсальная здесь и система досмотра. Если необходимо, проверяют даже цветы. Всего таможенники за годы работы выявили полторы тысячи правонарушений. Большинство – незаконное перемещение наркотиков. К примеру, недавно полкило кокаина пытались ввести бандеролью из Перу в Беларусь. Впрочем, с усилением контроля и оформлять товары становится удобнее. Реальная экономия времени и денег – благодаря виртуальному подходу. Электронное декларирование товаров сегодня позволяет оформлять в Минском регионе 85% экспортных партий товаров и 65% импортных. В 2014 году планируется полностью перейти на электронное декларирование товаров, то есть полностью электронный формат общения с субъектами хозяйства. День таможенника традиционно отмечается в Беларуси уже в 16-й раз. Впрочем, у самих виновников праздника появилась собственная традиция – проводить его на рабочем посту. Дмитрий Байрович, Сергей Курков, телекомпания СТВ. Уровень средней зарплаты в следующем году должен составить порядка 600 долларов по стране. Сегодня Министерство экономики доработало основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2013-й. Соответствующее поручение 11 сентября на совещании по широкому кругу экономических вопросов дал глава государства. Основные параметры на следующий год определены. Рост ВВП составит 8,5%. Экспорт должен увеличиться на 15%. Иностранные инвестиции запланированы на уровне 4,5 миллиардов долларов. Эти финансы станут основным источником финансирования модернизации и создания новых высокотехнологичных производств. Ожидается, что за несколько лет появится более 60 новых предприятий. Что позволяет утверждать безусловность роста производительности труда, а соответственно и роста заработной платы и достижения определенного параметра к 2013 году. Во-первых, эволюционное развитие предприятий. Предприятия развиваются, предприятия производят больше, предприятия работают над сокращением затрат. Индивидуальный подход. Тарифы ЖКХ будут пересмотрены. Сегодня белорусы оплачивают не более 30% реальной стоимости коммунальных услуг. Львиную долю расходов берет государство. На совещании с правительством и Нацбанком президент Беларуси выступил с инициативой дифференцировать оплату услуг ЖКХ и поручил разработать соответствующую систему. Размер коммунальных платежей должен быть пропорционален уровню доходов. Пока чиновники готовят предложения по данному проекту, наш корреспондент Татьяна Ревизория решила представить и свои замечания. Времена меняются, стереотипы остаются. В ЖКХ часто сокрушаются. Мол, не привыкли белорусы экономить. Если воду лить, то рекой, а если свет, то во всех комнатах. А вот плата за эти блага символическая. Однако такое положение дел в ближайшем будущем изменится. И это нормальная европейская практика. К вопросам, как, кому и сколько платить, подойдут беспристрастно и по принципу. Каков объем потребления, такой и итог в жировке. Население не оплачивает ни 100%, ни 70%, даже не 50%, даже не 30%. Поэтому люди должны реально понимать, что все равно мы будем постепенно подходить к тому, чтобы население возмещало 100% этих всех затрат. Однако не стоит забывать и то, что каждый случай индивидуален. Для этой многодетной семьи из Бреста местом поглощения семейного бюджета, причем во всех смыслах, стала кухня. Бытовые приборы сильно бьют по карману. Однако безвозможно лишней техники никак. В семье пятеро малышей. А вот-воду здесь научились экономить. Все строго по счетчику. В планах установить беспристрастные контролеры на газ. Свет мы сейчас везде стоят 60. Эти ват поставили. Где-то было 100. Стояли сотки. Сейчас 60 поставили. А это деревня Черновчицы Брестского района. Большой приусадебный участок, двухэтажный дом, построенный своими силами. Здесь живет семья Дунько. И воспитываются четверо детей. Двое мальчиков и девочек. Только чтобы погладить белье, маме Ирине Михайловне требуется полтора часа времени. И еще больше электроэнергии. Бытовые приборы, свет, вода, стиральная машина, водонагреватель и даже система отопления. Сельская местность обязывает. Все существенно бьет по бюджету. Третью часть дохода уходит на коммуналку. А это порядка 700 тысяч. Большой семье, говорит хозяйка, не наэкономишь. В летний период на засвет платим 150 тысяч. А заводу, конечно, намного больше. Потому что стирка идет. Детей надо мыть 2-3 раза в день. Дифференцирование оплаты услуг ЖКХ – мировая практика. К примеру, она успешно работает в США. Ресурсы можно использовать неограниченно. Вот только излишек влетит в копейку. В той же Германии себестоимость полностью возмещается жителями. А помогают лишь тем, кому это действительно необходимо. 80% от электроэнергии – это природный газ. Природный газ покупается за валюту. И чем больше население потребляет вот этих ресурсов с дотациями, тем больше тратится из бюджета валюты на покупку этих ресурсов. Татьяна Ревизория, Виктория Патоня, телекомпания СТВ. Дожинки 2012. Лидеры нынешней уборочной отправляются на республиканский фестиваль в Горке. Сегодня утром выехали 115 лучших хлеборобов из Брестской области. В этом году аграрии региона поработали на славу. Хлеб убирали более 1700 экипажей. Да и урожай зерновых в области лучший за последнее десятилетие. Почти миллион 400 тысяч тонн. Среди тех, кто будет представлять регион на дожинках – братья за щуки. Молодежный экипаж намолотил более 2000 тонн зерновых. Ждали этого дня. Всю жату старались, чтобы попасть туда, на эти дожины. Ездили, собирали по всей области. Урожаю. Помогали другим хозяйствам у себя, рано убрали. Не думал ни о деньгах, ни о славе, ни о чем. Просто работал. Праздник тружеников села откроется в Горках уже завтра. В центре дожинок 2012 идут последние приготовления. Кроме многочисленных музыкальных площадок будут работать город мастеров, выставки продажи. А увидеть обновленный город можно будет с высоты птичьего полета на воздушном шаре. Для гостей праздника приготовили и сладкий сюрприз – 30-метровый торт. Подробную программу знает Вячеслав Комиссаров. Торговля не дремлет уже сегодня. Торговые палатки в Горках растут, как грибы после дождя. Около 200 торговых организаций и 3000 работников будут обслуживать гостей фестиваля «Дожинки-2012». Протяженность торговых рядов составит примерно 3 километра. Здесь пройдут рыбные и медовые ярмарки, а также детский базар, который соберет производители детской одежды, обуви и кондитеров. Здесь у нас печь из суфле, из вафель, из макаронных изделий, из печенья, из пряников. Всё натуральное на любой вкус. Широкий ассортимент и вкусовое разнообразие, как всегда за предприятиями пищепрома. Так, могилёвские пекари, кроме разнообразных сладостей, гостям праздника представят эксклюзивную выпечку. 10-килограммовые батоны хлеба и каравай-великан весом почти полтонны. Этот каравай был спечен нашими мастерами от всей души. Благодарность всем друженникам сельского хозяйства. Мы отразили вклад каждой области в общий урожай нашей республики. И, конечно, мы отразили весь процесс, начиная от сбора зерна, как вы видите, элементы колоссия представлены, а также до окончания готовых изделий. Однако это далеко не все сюрпризы. Завтра могилёвские кондитеры и вовсе пойдут на республиканский рекорд. Представят торт длиной 30 метров. Попробовать его сможет любой желающий. Тем временем, сегодня Центр Дожинок-2012 начал активно наполняться народными умельцами. Ирина Сильченко на празднике такого уровня впервые. Однако уверена, что и её работы на фоне даже самых именитых мастеров не потеряются. У меня муж-ремесленник. Мы с ним очень долго готовились и очень тщательно готовились к этим дожинкам, к этому празднику, чтобы показать всё-таки людям, что мы можем сделать своими собственными руками. А показов действительно будет, кому организаторы предполагают, что в дни фестиваля Горецкий район посетят десятки тысяч гостей, в том числе и зарубежных. Для удобства до города будут курсировать дополнительные автобусы большой вместимости. Подстроила свой график работы под дожинки и железная дорога. Появятся дополнительные рейсы. На пятницу, субботу, воскресенье назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать между Могилёвым и станцией Погодиной, также между станцией Погодиной и станцией Крещев. Кроме этого, пополнены схемы пассажирских поездов, курсирующих внутриреспубликанском сообщении, чтобы обеспечить полностью вывоз пассажиров. В целом программа праздничных мероприятий обещает быть насыщенной. Кроме многочисленных музыкальных площадок будут работать подворья, «Город мастеров», пройдут выставки продажи белорусских товаров. Любители экстремальных ощущений смогут прокатиться даже на воздушных шарах и с высоты птичьего полёта посмотреть на масштабы праздника и обновлённый город. Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёвская область. Далее в эфире проект «Столичная подробность». Итоги дня в 22.30 подведёт Олег Степанёк. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова